От игрушек до новых технологий. Тарелки, которую придумали ученики пятой школы, можно найти множество применений. Юные конструкторы Андрей Рябов и Тимофей Кормин рассказывают, она сгодится и для развлечений, и для исследований. Например, как модельная игрушка на пульте управления, либо летательный аппарат для видеонаблюдения. В основном летающие модели используют иностранные конкуренты. Вот мы решили выйти на российский рынок. И получалось то, что в переводе на русские рубли это самый дешевый товар. Недорогой он получается из-за дешевизны расходного материала. По проекту конструкторов для создания беспилотника нужны недорогой пластик или углеродное волокно. Правда, пока ребята сделали макет дрона только из бумаги. Разработке своего изобретения они посвящали практически все свободное время. Для этого разобрали все электронные игрушки, которые были дома. Говорят, создание летательного аппарата задача нелегкая. Нужно хорошо знать физику, чтобы понимать, каким образом тарелка взлетит и как в ней будет распределяться воздух. Здесь Тимофей и Андрей применили эффект Куанда. Если он сверху заходит, он выходит вниз и поднимается как на подушке. Но тарелка может не только подниматься. Согласно проекту, ей можно управлять и задавать нужное направление. Придуманы определенные жиглеры, которые выходят вот здесь. И когда они открываются, поток устремляется не только сюда, а еще сюда. То есть он отклоняется в определенной стороне. Защита проекта проходила в интерактивном режиме, по скайпу. Итоги конкурса были известны уже на следующий день. Летательный аппарат Андрея и Тимофея занял второе место в проекте «Интернет-тест-драйв». В нем ребята участвуют не первый год. В прошлом они тоже заняли призовое место. На днях специально для всех победителей проекта в УРФУ организовали экскурсию. Целый день старшеклассники провели в университете и лично познакомились с преподавателями, которые помогли в их разработке. Говорят, сейчас появилось еще больше идей новых изобретений. Только заниматься этим ребята будут уже в стенах вуза. Они решили поступать на инженерный факультет УРФУ, а пока активно готовятся к сдаче ЕГЭ.